Итак, ну пока, meanwhile, давайте на маленький вопрос. У вас медленно? Что у нас? Ну, клиенты жалуются о том, что у вас там инстанс медленный, все такое. Ну, только когда не сразу, то есть обычно после рестарта система живет некоторое время, время начинает подтормаживать. Для меня такое правило, что если просто работать с системой, ты ничего с ней не делаешь, то в принципе нормально. Если ты начинаешь девелопить, добавлять новые вещи, обдавляешь апдейты и после этого не перестартуешь, то со временем система начинает тормаживать. Это видно и на CPU, и на памяти, то есть идет утечка. Угу. У вас такое правило, что если ты апдейтишь, скажем, аддоны, лучше перезапустить, потому что где-то неделю-две она проживет, и там, ну, видно, то есть зависимость, что пошло, использование памяти больше, где-то утекает и CPU. Соответственно, если мягко девелопить, так на живом добавляя какие-то новые функции, то есть нормально. Если что-то такие тяжелые модули, ну, так как у меня все на глобал-объектах работает, то есть если какие-то очень большие обновления, то тоже лучше их, конечно, делать в спокойное время. Понятно. О, Андрей подключился. Андрей, привет. Прием. Ладно, пока он... Вот, давай тогда, Андрей, построим следующим образом. Я немножко расскажу. Попытался я еще презентацию чуть-чуть сделать для того, чтобы люди были чуть-чуть, может быть, интереснее или понятнее, а то так все обсуждение. И предлагает на каждый слайд, на все можно любые вопросы сразу задавать. А потом после этого расшарим экраны, ой, расшарим твой экран и будем трэблшутить на основе, там, по слайдам пошагово, как ты смотришь на это. Окей. Отлично. Я тогда расшарю экран. Я даже запарился, сделал презентацию. Видно ли? Да, видно. Отлично. Так. Бла-бла-бла. Бла-бла. Это обычная стандартная тема. Спасибо за отвлечься на юзер-группу. Бла-бла. Вот. Изначально у меня все на мониторинг все строится. И всего такого. Сначала начнем с того, что все используют Jira, кто подключился. Правильно? Кто не использует Jira? Напишите плюсик, минусик. Так. Хорошо. Начнем с того, что ватласен предлагает, по сути, вот этот стэк и все это на Java работает. Ну, исключая клауду, все это Java. Вот. Ну, соответственно, для того, чтобы что-то делать, ну, на самом деле, PDSA всегда помогает. Plan.do.check.act. Ну, по сути, можно сделать то, что давайте измерим систему, что получилось после изменения первого раза, потом отревьюим и будем бесконечно вот это вот continuous изменение делать. На всем этом все подразумевается. Как правило, начнем с самого простой инсталляции. Раз уж у нас оптимизация, когда у нас клаудная, остается только клиентская оптимизация. А если у нас сервер on demand, то есть серверный data center edition, у нас остается как бы условно клиент-серверное соединение. Уже как бы мы с сервером можем потрогаться. Как бы слайд бесконечно простой и все такое, но тут как бы начинается первое то, что между клиентом и самим аппликейшеном, сервером, зачастую всегда находится, у многих находится обратная проксия. Nginx, там кто-то Apache использует, Lighty, Lightspeedy, еще там я видел из вариации HA Proxy, и одно из эзотерических это Averyroads, ну короче, один из форков Nginx. Подскажите, есть люди, которые напрямую используют, то есть без обратного прокси? Нет, то есть все используют некий обратный прокси между клиентом и сервером. Ну, соответственно, у нас немного усложняется схема, там между клиентом и сервером находится некая штука. Вот, с точки зрения производительности, ну, на что мы можем разделить? Сначала сейчас гласно, то, что сейчас на самом деле рендерится на стороне клиента. Вообще, на самом деле, не всегда означает, что сервер медленно работает. Может быть, всегда бывает, может быть, что это на стороне клиента, это может быть браузер, браузер, допустим, банальный Chrome, который есть там до 16, почти 15 гигов азухи и оперативной памяти, что вследствие может возникнуть проблема на его клиенте. Это банально и, в принципе, понятно. Ну, и дальше как бы остается, что сам рендеринг. Дальше на самом браузере, как бы все мы знаем, что может быть. Три версии HTTP, 1.1, вторая версия и третья версия. Кто-то уже, наверное, заметил, что очень, ну, гугловые сайты, Netflix и Netflix начал во многих где HTTP 3 использовать. По сути, это на самом деле по 443 по UDP идет еще дополнительно. То есть некая нагрузка на сеть, там целая специфика остается. То есть мы можем, в принципе, разделить клиентская часть, потом сетевая часть, которую мы сильно не можем улучшить. Ну, как бы, ну, по крайней мере, я не могу улучшить, потому что очень много через все проходит. VPN, Wi-Fi, все что угодно. Ну, и, соответственно, сам сервер. Ну, с точки зрения сервера, это обратная прокси. К этим, от обратного прокси к многим аппликейшнам. И дальше каждый аппликейшн, он подключается к sub-bd, к общей. Что это может быть и кластером, может быть, одиночным инстансом. Вот. Рекомендую посмотреть вот эту ссылочку. Клиентская оптимизация Highload. Тут я вообще люблю этот сайт, ру-highload.com, в котором очень много интересного рассказывают. Где как раз рассказывают про кэш-контролы, expires, зачастую на NGINX, и вы можете очень много всего, как бы, всю статику закэшировать. Наверное, все кэшируют статику. Правильно я понимаю? Я кэширую, да, на NGINX. На самом NGINX. Ну, также еще можно же на самих клиентах хранить это дело. А, ну, это уже как бы локально получается статика. То есть ты просто указываешь в этом конфигурационном файле Jira, чтобы клиент, ну, первый раз, когда идет получение ресурса, он локально. То есть есть локальное, есть серверное кэширование. Да, ну, то есть вот этот сайтик мы загрузили, вот банально, да. Ой, блин, почему я сертификат-то показываю. Идем сюда, просмотреть код. Ну, то есть никакой магии нету. Мы идем, условно говоря, там где у нас ресурсы. И, ну, ради интереса, вот я возьму, второй раз обновлю. Да. Ну, то есть я сейчас все запросы сделаю. По сути, я вижу по HTTP 1.1 протокол виден. И фактически, вот, допустим, первый запрос, он действительно идет до сервера. Ну, то есть мы можем тут по Waterflow, там видеть там DNS lookup, ну, то есть условно минимально идет. Мы-то, на самом деле, тут тратим на SSL терминацию, что не очень хорошо. Так, как бы это убрать. Ага. Ну, и, соответственно, дальше мы видим, что понятие waiting, TTFB, time to first byte. То есть, по сути, на самом деле, первое, там, на кэширование, там, 50 миллисекунд делал. А по сути, сервер отдает контент за 14, ну, 15 миллисекунд. Что фактически 200 миллисекунд, ну, там, 160 миллисекунд на все потратил я. А дальше оказывается, что я на все эти стайл-шиты ничего, как бы, не потратил. А что именно? Посмотрим по таймингу. Он пошел, 48 наносекунд потратил, скачал контент за 3 наносекунды, потому что он локально находится. Все с этим согласны? Ну, да. Ну, вот. Ну, тут как раз сразу показывается from memory cache, что очень легко. И отсюда, на самом деле, хороший трюк видится, что очень много людей, когда статику кэшируют, зачастую, ну, разработчики тут уже не повлияют, как нам, там, администраторам Jira, как по-разному говорить, то никогда, если вот так вот docs.css будет, то очень сложно обновлять, потому что если ты новый апп делаешь, новую версию делаешь. И за счет этого ты можешь, как бы, не влиять на кэши. В противном случае ты кэш-проблемой пойдешь. Ну, кэш-проблемой, на самом деле, не такая уж мига-проблема. Ну, получается, вы обновили приложение, аддон, как часто бывает. Половина юзеров обновилась, все хорошо, у них у других, там, у другой половины, там, не знаю, 40% закарабтилось все, а у 10-тих вообще старая версия, непонятно. А если еще обновился API по всему этому, там, закрытый, то это бывает проблема. Ну, соответственно, по хейдерам очень простая. Кэш-контрол, который туда, в принципе, объяснено, что это за что отвечает. Сейчас я вам прямо зачитаю. Где он? Так, то есть... Да ладно. Кэш-контрол, на самом деле, для того, что нам, на самом деле, вот сейчас мы говорим, в каком уровне кэша, то есть приватный, публичный, как мы можем кэшировать, это за сколько времени должен жить этот кэш на стороне клиента, допустим. Ну, следующее, это, конечно, сжатие. Сейчас чуть дальше скажу. Ну, сам тип, это понятно. И, и так, и так, если мы знаем, то Jira, кто использует Reverse Proxy, может заметить, что очень сильно изменяется. Ради интереса давайте какой-нибудь Jira-сайт найдем. Кто знает какой-нибудь Jira-сайт? Ну, Jira, например. Берем вот этот сайт. Вот, ну, тут видно, что по протоколу они HTTP2 используют, при том, что у них есть GTM. А, Google Tag Manager использует старую версию. При всем при этом, давайте посмотрим, как они делают. Видим, что наш этот длинный, бачевый. Это запомните, вот этот, примерно этот запрос, потому что вот этот контекст бач очень сильно влияет на в Java памяти, когда вы выделите на stack size, как я помню правильно. Да, код кэш и stack size, к нему он очень сильно привередлив, потому что это статические вещи, и на стеке это выделяется. Вот, давайте посмотрим, что тут с Jira. Тут вообще, это в Seraf, это понятно, с The Crowd находится. И видим, что вообще они и так скрывают. Почему? Потому что очень интересная стука, что и так, и так хедер, он не всегда, он прям как бы нужен. Почему я говорю не всегда нужен? Потому что зачастую можно добиться кэш-контролом и этим вторым параметром того же кэширования, потому что он излишняя, излишняя директива. Как-то так. Если есть вопросы, вы задавайте по пути. Дискуссия как бы приветствуется. Ну это такие, это же не критичные параметры, я скажу, но это так уже, то есть заниматься настройкой кэширования на стороне сервера, то есть это уже такой высокий полет, в принципе. Ну я этим занимаюсь. Нет, я к тому, что это уже последнее, что надо делать, наверное. Первичное то, что ты можешь как Jira-администратор, это... Да, да, сейчас я тогда про первичную, как Jira-администратор. Просто про то, что, например, для меня я вначале сделал всю оптимизацию, которая мне доступна, но в Nginx я уже не имею доступ. Мне уже надо запрашивать это все у админов сетевых и доказывать, что это надо делать. И так как они не знают, мне просто надо, ну то есть просто попросить, добавьте что-то в Nginx, это тяжеловато. А, понял. Если у тебя такая, то есть уровень application admin и у нас называем операционность, там, не знаю, системные инженеры их назовем. Вот. Хорошо, это действительно можно системными инженерами делать. Давайте тогда я вот это вот... Я просто про то, что доходить до этого, то есть до этого еще очень много чего можно заоптимизировать. Да, сейчас я... Были надо найти график по оптимизациям. Ну, сейчас, когда... Вот эти два параметра скажу, да и все. Expires – это когда заэкспирится и когда он вообще сам контент был изменен. Вот видите, на самом деле, в 2018 году был изменен, но действительно в 2037. Соответственно, кэше он долго будет храниться. Вот. Насчет оптимизации. Действительно, если мы вот занимаемся вот такой мелкой оптимизацией, какой прирост он может дать? Ну, банально. Ну, я вам... В моем примере NGINX вообще ничего не дал. Кэш, не кэш, почти ничего не было. Но я, во всяком случае, его включил. Ну, мне, в моем случае, он дал, но это он дал всего лишь примерно там 300-400, иногда до секунды, в зависимости от географии клиента. Почему? Потому что в компании у нас там очень много людей, которые находятся за океаном. Соответственно, физику не обмануть, поэтому каждый запрос дорогой. Соответственно, за счет этого он улучшается. HTTP 2 и кэширование. Это помогает. Но физику тут не обмануть, ничего не сделать. А если я нахожусь недалеко от сервера, мне вот это дало как бы при плюсах, ну, пусть будет 150-200 миллисекунд. Но это человеческий глаз не замечает. Соответственно, такая клиентская оптимизация не сильно много дает плюсов. Почему? Потому что это, как бы, условно говоря, в Performance Optimization Chart есть. У Performance Optimization Chart зачастую есть такая штука, что чем больше ты вектор начинаешь увеличить, цепу увеличить, мощность увеличить, это много больше прироста даст, чем приложение переписывать. Или же стандартное улучшение, допустим, версии Java машины, это много лучше. Или обновить Jira, это много прироста даст, нежели чем заниматься кэшированием. Ну, то есть, как таковая штука. Ну, это... Это, как говорят, баланс между железом и софтом. Да, баланс между железом и софтом, плюс понимание того, что сколько мы можем получить прирост и все такое. И вот видишь, уже начинается такая некая дискуссия, что у нас происходит между балансом и софтом. Сейчас, соответственно, все, чтобы начать, нужно мерить. Я использую вот такой маленький апп, Page Low Time называется. Page Low Time очень удобен. Допустим, ну, не знаю, снова идем в Jira Atlassian, не знаю, вот эту ссылочку. Это аддон какой-то? Да, это Google Chrome аддон. Я даю клиентам. Перед тем, как сказать что-то медленно, дай мне скриншот вот этого. Скинь, пожалуйста, название. То есть это обычный аддон Chrome, который ставит клиенты и смотрит, какая загрузка у них страницы идет. Да, на все страницы все такое. Почему? Потому что мы сейчас, вот даже в предыдущих словах, мы с тобой начали дискутировать, а насколько, как. Раз уж такая штука, давайте понимать метрики. Ведь самое важное – метрика. Потому что можно заниматься оптимизацией до умопомрачения. Может быть, даже можно опуститься до ассэмбленных инструкций. Такс. Такс, такс, такс. Как бы мне это скопипастить? А, я знаю, вот так вот. Скопировать, вставить. О, люди пишут еще, расскажи про Gzip. Насчет Gzip, ну, мы текстовые файлы и некоторые вещи сжимаем. Это, когда у вас реверс-прокси, это удобен, но надо понимать про тот нюанс, что аппликейшн у вас, как бы, если он будет сжимать, вы двойное сжатие делаете. Но это маленькие вещи, и ты не сильно выиграете. Вот. Раз уж с клиентской вещью, я предлагаю, вот, как бы, условно говоря, начнем с того, что у нас есть некие приложения, которые, ну, очень просто берется и, условно говоря, мы можем понимать. И клиент тебе говорит, вот у меня страница там очень долго, скажи скриншот. При таком случае очень много людей отваливается, когда там показывается одна, две, три, пять секунд. Ну, когда вот уже там полминуты, минуты, это уже начинается ахтинг. и тут уже можно, как бы, условно говоря, заниматься. Все в курсе про персинтили? Нажмите плюсик, кто не в курсе. Я просто скажу, что я не в курсе. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Персинтиль, персинтиль, это такая простая вещь, которым медиана слышали, наверное, да? Ну, медиана, наверное. Среднее значение, персинтиль, и все такое. Что такое, ну, по-русски это процентиль называется. Что такое персинтиль? Условно говоря, нам нужно понять, о, тут хорошая картинка, о, нормальное распределение. Есть некое распределение у нас чего-то, и мы смотрим. Пусть будет это, допустим, вот наш сервер, там в течение, допустим, пусть будет даже три наносекунды, отвечает нам сервер. Это получает, допустим, только 2% клиентов. Это, по сути, посередине нашей это медиана. Соответственно, low average, то есть, среднее значение, оно может быть где-то тут. В данном случае оно будет примерно тут где-то. А, нет, там же будет, потому что это прямо нормальное, нормальное распределение. Но зачастую мы знаем, что большинство клиентов очень много тут запросов делает. Соответственно, в персинтилях мы можем, то есть, допустим, на, не медиану смотреть, а 80-й, 90-й, 91-й, 95-й, в разные персинтили смотреть загрузку. То есть, условно говоря, очень простая штука. Вы же, когда вам клиент приходит и говорит, у меня медленно, вы, наверное, не бежите решать задачу. Согласны? Медленно. У меня медленно, говорит он. Он говорит, тут у меня одна минута грузится. Один клиент сказал, вы на север же по-любому не идете смотреть. глянуть, грая лицом, я говорю, я смотрю загрузку CPU, совершу все в порядке и сам посмотрю, что у меня. Соответственно, уже смотришь, что у тебя. Либо еще другой момент, спрашиваю, а у коллеги так же, банально, из-за чего вот эти вопросы возникают? Все очень просто. Допустим, если проблема возникает у, допустим, у 5%, это значит, на 95-й персинтиле у всех хорошо, у 5% проблемы. А если, допустим, у 10%, это как бы там на 90-м персинтиле, условно говоря, все хорошо, то есть 90% людям все хорошо, а вот 10% проблемы. С медианой почему неудобно, то есть она ровно половиной туда и сюда, то есть у вас сожгут быстрее. Вот. Когда вы метрики делаете, нужно вот эти медианы все это делать. И после такой метрики начинается слово такое jira is slow. Когда jira is slow, что мы можем сделать с коробки? Посмотреть базу данных через GUI jira. Одна из простых проблем, и тут мы видим, что на самом деле некоторые запросы, выплески идут, при том, что у нас огромный connection pool, а зачем нам большой connection pool, это как бы еще одна история. Можно сэкономить на этом, тогда лучше оптимизировать, что это забыло. Это может быть аномалия, что можно бессмысленно его фиксить. А если оно повторяется передиск, это значит джаба какая-то или что-то такое. Или же не одинаково передиск, но с каким-то моментом то значит какой-то listener или что-то такое отрабатывается. Или же кто-то внешне что-то написал. Согласны? Да, а мы, Гончик, скажи, можем вот этот вот график выводить в какую-нибудь систему мониторинга? Да, это используется раунд-робин датабейс, которую можно прямо считывать. Но с другой стороны, а зачем вам ее отсюда скидать? Почему вы не хотите прямо с UBD получать эту информацию? В принципе, логично, да. Ну, почему я говорю так, сразу с UBD, потому что это вы лишние накладки получаются, потому что Jira идет запросы делать, это вы теряете время, и от него нормализированные данные будете переделывать в свои же данные, что это не очень хорошо. Вот. Ну, из следующих интересных ситуаций, часто в моем случае было, что очередь почты забивалась, и она из этого очень много себя убивала. Поэтому из коробки тоже можно посмотреть mail queue. Потом, ну, что нам из коробки дается? Это lexorank manager, которым мы можем балансирование ранков сделать. Это Drustly Agile и очень много таких специфических ситуаций. Ну, и, соответственно, индексинг. Для индексирования используется leucine. Недавно обновили все это, сделали. Если вы хотите, я могу еще один раз сделать некую дискуссию о leucine, потому что я сейчас вообще изучаю leucine для конференца улучшения поиска. Ну, оно и там, и там используется. Хочу рассказать про приложение Luke. Luke – это вот Apache leucine. Вы можете прям содержимое индекса смотреть, что там записывается, как записывается и как вы можете это использовать в дальнейшем для своих же графиков, для сего. Еще один из моментов – это Integrity Checker. Это банально для того, чтобы консистенция базы данных, но это к performance пока ничего неизвестно. Дальше один из халявнейших вариантов – это на самом деле использовать health-чеки, то, что у нас здесь. Можно питоном это все примерно собирать и примерно это все делать. И лог-аналайзер, который можно внешне написать. Есть готовый внешний, который вы можете прям… кто-то мне отправляет create-zip, я могу при необходимости анализировать zip-ы, просто запустив на него тузу. Сколько у тебя на инстанции людей и какие ресурсы? Сколько на базе, сколько на самом application сервере? И как ты это сам определил? Я нигде не нашел советов ни от лейджинов, ни у кого. Везде очень так сами смотрите, сами думайте. насчет не согласен. Jira это у нас Enterprise Performance. Если мы зайдем в Jira Enterprise Performance Recommendation что-то такое раньше было, то можно найти разные информации о том, что нужно, сколько всего, сколько проектов, как они мерят, что улучшает, бла-бла-бла. Сейчас, подожди. И тут прям где-то была ссылка. Я что-то видел, да, но она очень обрезанная и очень такая. Ну, потому что ко всему нельзя рассказать. То есть, у нас зачастую очень много разных инсталляций. Допустим, вот эту инсталляцию видим, что Switch сервер Jira, при том, что у нас обратный прокси, а СУБД находится чуть-чуть дальше. А, нет, ну, в одном, как бы оно отдельно. У кого-то вообще в одной виртуалке, виртуальная инфраструктура. Из-за этого очень все специфично и сложно становится. Но я где-то вам скину ссылку, где, как, что делается. в моем случае я использую небольшой как бы недоразумение, ничего такого сделаю, я сейчас покажу. Просто у меня обычная копия, копируются данные, я покажу. Как бы тестовый инстанс копирует данные из продакшена и плюс-минус там одной тоже. Вот. Просто дам базу делаешь постоянно на тест? Да. Так, сюда идем. Можно, ну, тут уже, дальше мы уже идем к серверной части. Nginx, сеть, клиентская часть не сделать. Но самое основное у нас две метрики. Как быстро грузится страничка, как быстро можно создать issue, как быстро можно комментарии сделать. Ну, три метрики самые простые для того, чтобы для клиента бизнес-метрики были простыми. Ну, этим и занимаюсь. Остальное, вот это цепу, все такое, это как бы никому непонятное. тем временем. Тем временем, ну, вот такого рода у меня есть, как бы у всех можно, на геус, начинается вот такая тема. Это используется этот, прометейлс, прометейлс, да, с помощью аппа, это уже в елку, вот по персинтилям, в принципе, будет понятно, допустим, можно на Nginx поменять логирование, сколько времени отрабатывает апстрим, то есть за Nginx находящийся сервер, сколько времени ждет клиент, и разница между ними, мы можем легко найти, что происходит. ну, допустим, тут в миллисекундах, условно говоря, мы можем там 80, 90, 95 персинтилям, и мы видим, в принципе, как бы 3-4 миллисекунды, это все нормально. Это еще average, ну, то есть еще нужно такую маленькую штуку учесть. Тут просто в какое время люди начинают работать хорошо, с 6 утра вот такой рост идет, потом после обеда к обеду идет, не после этого. Это время как бы центрально-европейская. Вот. Ну, то есть, условно говоря, то, что вот average, то, что мы вот среднее значение, вот оно, а фактически у клиента там у 5% проблемы, а у 10% еще хуже проблемы, но там уже 20% на самом деле какие-то проблемы имеют, а остальным все фигня. Если детально смотришь уже 20% откуда и смотришь на самом деле с одной локации. Вот. Ну, и дальше как бы очень просто начинаешь вот этот upstream response парсить логи с помощью Elasticsearch кибаны. На самом деле локстэш. Вот. и самое вообще легкое это, конечно, установить New Relic AppDynamics Dynatrace. Это готовые IPM-тулы, называется Application Performance Monitoring. Они, по сути, все необходимые колы делают. В New Relic что мне понравилось, это круто тем, что ты устанавливаешь даже в announce bar JavaScript и тогда ты можешь получать всю информацию от клиентов. То есть, сколько у него грузится, сколько у него отрендерилось, сколько что произошло и от него построить условно говоря график всего, что происходит. От генерации у него странички до запроса в систему или уже до базы доходит или не доходит, какие колы были в Java. Как-то так. Meanwhile, таким временем я вот покажу, что у меня допустим 14 гигабайт используется Java памяти на 10 тысяч клиентов, стек 2-гиговый, 2-мегабайтный, J1 использую, использую string deducation, это для того, чтобы уменьшить объем хипа, то есть, больше эффективно использовать, но за счет этого я плачу тем, что нужно цепу чуть-чуть нагружить, но это не сильно дорогая операция. Max garbage collector pause millis, ну, в принципе, в течение 200 миллисекунд должен отработаться minor.jc. Metaspace 2 гигабайта выставил, почему? Потому что, если когда у вас много приложений, то у вас могут возникнуть проблемы. Ну, вы легко можете добиться этого, если у вас статичные методы есть, все такое, это все, в принципе, в Metaspace уходит легко, и, в принципе, вы можете очень грамотно все это прикинуть. вот, ну, concurrent threads, параллель DC threads, это именно garbage collector треда, какое количество, в зависимости от CPU. Допустим, у меня 24 CPU используется, ну, то есть, с треда, на самом деле, вот хрен знает, как правильно, там физически, я бы не сказал бы. 24 процессора, все? Да, только не 24 реальных, они же виртуальные. это нормально-то. А какая частота? Ну, как бы, стабильно, я не в курсе, не задамоинвизовался. Ну, то есть, не знаю, давайте я не буду врать, я посмотрю. Вот, но частота, она стабильна, у нас используются Dell-овские сервера, на них виртуализация. Соответственно, для меня это 24 VCPU. Из них... 10 тысяч клиентов, ты говоришь, да? Да. А сколько всего памяти выделено на сервер? Всего, всего памяти у меня почти 48-50 гигабайт в данный момент. Это потому, что на одной виртуалке находится Nginx, приложение и плюс субэдэ. А базу вы тоже на этом же сервере крутишь, Да, да. А ты заметил, как-то, то есть, есть разница, у тебя крутится на виртуалке? Ну, понятно, мне кажется, ну, как бы логично, если она крутится на том же сервере, то она самое быстрое решение теоретически. Теоретически, да, но фактически не всегда. Почему? Потому что тут надо платить тем, что ты же, когда подключаешь приложение Jira, он у тебя через Stack TCP IP проходит. Да. В этом случае, если у тебя чем свежее операционная система, тем быстрее будет отрабатываться, потому что Stack TCP IP, он более-менее лучше, не более-менее, лучше оптимизирован для последних версий Linux. То есть внутри одного сервера, он там сразу оптимизация идет на низком уровне, но в целом получается, ты должен платить два раза больше как бы соединений делать, а это дорогая операция, соответственно, помните слайд, о котором я говорил, очень много трэдпул большой, соответственно, трэдпул это тоже, когда много большой трэдпул, это не всегда хорошо. Это решает... Сколько у тебя сразу стоит? Сейчас у меня... я сейчас посмотрю. На продакшен у меня меньше стоит. Тут я посмотрю. Сотка стоит. Вот. И если ты видишь, на самом деле вот это вот хреновый код называется. Что-то как-то... Что-то очень... Я бы боялся такой график. Вот, допустим, ну, этот прямо тестовый, и я знаю уже, в чем причина. Я смотрю, это хреново написаны груви-скрипты, которые по шедулеру работают, и если ты видишь, они прям четенько нагружаются определенной... очень жестко как-то читают, что... Да. Вот. А почему база майского... То есть, какая джира у тебя? Там написано 853. Я не пропустил. Вот. Дальше, ну, как бы, код кэш-сайз, экспресси, джейси... А ты в код кэш-сайз ты 2 гига поставил. Насколько я знаю, это максимальное значение. Как ты поставил? Просто так? Максимум выставил и все? Почему? Подожди. Это резервит. Просто зарезервировал. Не означает, что максимум. Да, да, да. Почему я его выставил? Если ты поставишь код кэш-сайз, поставь ради интереса на тестовом инстансе маленькую и посмотри, что у тебя аддоны уже не загружаются. Я знаю, что даже по рекомендации от Legend, то есть, даже сейчас они в последних версиях ставят 512 мегабайтов по умолчанию. Говорят, что если подтормаживает или вылетает эксепшн, там, в консоли ставьте больше. Я знаю, что максимум зарезервировать можно не больше 2 гигов. Не могу сказать. Попробовал. Я ставил 3-4, и он просто системой не поднимается. Просто, ну, как бы, очень много, это прям жестко. 2 гига. 2 гига у меня это еще с запасом. Не, ну, я тоже, у меня тоже стоит 2 гига, как бы, я, то есть, я это чисто так, для меня, я подумал, что это критично, поэтому выставил 2. Сейчас я тебе скажу, у меня есть такая вот страничка, если ты посмотришь, то это моя любимая. Вот. И давай вот прямо резервировать код кэш-сайз 48 мегабайт, где-то должно быть описание. И тут же начинается вопрос, а у тебя какая версия джава используется? и все такое. Вот. Давай тогда чуть попозже, ну, хотя бы спишемся, узнаем, какой код кэш-сайз, действительно, я просто не знаю. Я просто не нашел, то есть, максимальное количество, я чисто экспериментально выяснил, что это 2 гига. я тоже уставляю 2, потому что читался от Леджина, что много аддонов, ставьте 2. Не 2, не 2, то есть, смотрите в эту сторону. так, то есть, я не хотел ждать, чтобы мне что-то упадет, поэтому мне не жалко 2 гига там дать. Понятно, вот, ну, и, соответственно, у меня включен commercial feature, включена, там, flight recorder, это, потому что Oracle Java на этом используется. Oracle Java не OpenJD, когда используется. Ну, да, вот, и все, это больше на этом все. Восьмая Java стоит, получается, да? Да, восьмая Java. Я поставил одиннадцатую Java, OpenJDK, сразу получил прирост где-то в пятнадцать-двадцать процентов. Из-за того? Что-что? Прямо из-за того, что поменяло JDK. Да, то есть, у меня, то есть, ну, пользовался восьмой, как только вышла поддержка одиннадцатой Java, тестировал, поставил, и вижу, ну, по нагрузке CPU я это увижу, то есть, сразу резко, как оно резко, то есть, на глаза видно, что намного лучше стала нагрузка по CPU идти. Поэтому мне очень понравилось одиннадцатый. То есть, я себе запас не плохой. Вот. Ну, в общем, в итоге, вот такой маленький прирост есть. Вообще, я еще хочу использовать Shenandoah. Я уже использую. И как? Я просто в восторге. какие параметры, что используешь, можешь скинуть, поделиться. Параметры я скинул, мне просто надо лезть на сервер, вытаскивать. Ну, на самом деле, есть у этого Шепелева, да, там есть сайт, и он указывает параметры, которые, как бы, must be. Я просто, я долго читал, не читал, я просто выскопировал, а кто-то поставил, то есть верю ему. Ну, вот, да, я тоже Шепелева смотрю, я на тестовом все это сделал, но, когда, видишь, когда у меня были большие проблемы, я как раз хотел на это перейти, но у меня, как бы, много чего неподдерживаемое было, и из-за этого я разочаровался. Ну, то есть, смотри, ну, грубо говоря, она работает на 11-й JDK, у него есть билд, я поставил 11-й JDK, нашел его сборку, поставил, прогонял, то есть, и... И прямо Шепелева сборку использовал? Да, да, прямо ее убрал, даже нашел один дедлог, поправили. Когда я первый раз поставил на тесте, все хорошо, проработал несколько недель, я поставил на прот, перезапустил систему, она упала, я откатил JDK, ну, отписал ему, ну, то есть, они поправили дедлог, естественно, вернулся, проверил, все хорошо. Ну, чтобы ты понял, там, когда срабатывает, ну, ты знаешь, да, то есть, горбич коллектор, там, время паркинга где-то в пределах одной-двух миллисекунд, то есть, грубо говоря, у тебя нету такого понятия, то есть, где все время нагрузка по памяти, ну, вот, горбич коллектор идет очень красиво. я просто в восторге, к большому счету. Вот, что еще? Так, ну, то, что я хотел примерно рассказать, там, думаю, полчаса уложится, ну, в принципе, я уложился в полчаса. Почему ты джеру не апдейтишь, там уже 8.71? У меня легаси очень много стало. Я просто стараюсь к серии мне идти, то есть, чтобы не было этого легаси. Коллеги, а про сборку от Шепелева это вы о чем вообще говорите? Расскажите для непросвещенных. Ну, смотри, есть, то есть, если ты ставишь стандартно джеру, то используйся джердк, который находится внутри. по умолчанию это сейчас восьмая версия OpenJDK, насколько я помню. Да. Последнее обновление джеры, где-то, скажите, там, шестой, восемь-шесть, они уже, даже с восьмой, мне кажется, они уже разрешают, добавили поддержку 11-го джавы. И они всем советуют ставить не раковую версию, а OpenJDK, потому что сам Atlantis сидит на 11-ом OpenJDK. То есть, ну, я так и сделал, проверил, да, мне нравится производительность, и я очень люблю новые фичи, я как-то верю наивно, что там меньше багов. Далее, вторая тема. Есть проблема, что, скажем, если у тебя мало, ну, даже не мало, у тебя, скажем, у меня стоит сейчас 10 гигабайтов hip-size. Если, скажем, у тебя идет очень большое использование каких-то, ну, не знаю, стрингов или каких-то ресурсов, у тебя начинает расти hip. В какой-то момент джава останавливает, останавливает, как бы, процесс, смотрит, что можно почистить. Это называется паркинг. Этот паркинг может быть в пределах до секунды, даже больше. И, значит, в этот момент все висит, пока джава не очистит ресурсы. Есть разные реализации гарбич-коллекторов, и, на самом деле, по дефолту, который идет в джаве, он даже старый не оптимальный, поэтому его надо переключить на другой, там, C1 или G1, что я говорю. Вот, поэтому есть, ну, есть разные реализации, то есть, когда у меня было критично, я замечал, что у меня, ну, то есть, кто-то использует, начинает какие-то, использует определенные вариации работы с жирой, что начинает резко расти гарбич-коллектор, он постоянно выедает, скажем, там, 70% памяти, хипа, которая выделена, остается паркинг, подвисает, освобождает, подвисает, освобождает, то есть, пользователи жалуются, я смотрю по нагрузке памяти, что он, он срабатывает постоянно. Поэтому я начал экспериментировать с новыми видами гарбич-коллекторов, и нашел такой шинамду, который пишет RedHUD-овские разработчики, там есть такой Алексей Шепелев, он, кажется, зовут, вот, ну, очень хорошие у них были отзывы, там, в YouTube есть презентация, ну, решил попробовать, нашел его сборку, потому что в 11-й OpenJDK по умолчанию он не поставляется, он, кажется, в 12-й идет. Поставил на тест, погонял, ну, и, то есть, грубо говоря, больше, то есть, вот это, как бы, всплесков таких больше нету, то есть, сам хип и гарбич-коллектор работает очень, как сказать, гладко, нет таких, даже если есть партнер, то его никто не замечает, то есть, почти 1-2 миллисекунды. Ну, я правильно понимаю, что это какой-то экспериментальный, экспериментальная версия гарбич-коллектора? Я бы не сказал, что экспериментальная, она достаточно старая, то есть, так, уже более несколько лет, она уже по умолчанию добавлена в 12-й, в 13-й, то есть, я вот, ты можешь почитать в интернете, там есть, на этом самом хабре, описание, тоже в одной компании с пользователями были похожи, то есть, как бы, люди начинают использовать, но все это не по умолчанию не включается, то есть, я бы не сказал, что это экспериментальная версия. Я понял. А как мониторить работу гарбич-коллектора? Логи куда-то, какой-то инструмент грузите, или каким образом мониторить? Ну, мы собираем мониторики, то есть, металлосы, которые по Gmx получают эти вещи и отображают, как их придется в пользовании. Я понял. Спасибо. Акцесс-логи как-то парсите, смотрите на них. То есть... По производительности веб-сервера, допустим, сколько веб-сервер тратит на выполнение того или иного запроса. У меня на самом деле такая интересная ситуация, что я иногда, говорю, чувствую, что производительность падает по всем метрикам. Как бы все хорошо, но производительность куда-то уходит. То есть, что-то открывается медленно, что-то считается медленно, поэтому я сейчас борюсь с этим. Как бы акцесс-логи я особо не смотрю. Так, пытался смотреть, но ничего такого не вижу в них. Если у меня пока десна, то есть, на что я могу жаловаться, это я думаю, что у меня очень много грубей логики, поэтому я думаю, что может быть в ней проблема. То есть, я стараюсь уже по коду просмотреть. Пока так. Вот, пока я там скинул ссылок, где там про Шапилева, где он первый раз рассказывал три года назад о Шинанде. Вообще, на самом деле, он про Шинанду давно говорит. И самая последняя ссылка о том, какой гарбач-коллектор, ну, какие виды гарбач-коллекторов есть, ну, какие алгоритмы. На самом деле, никакой там мега-маги нету. Ну, то есть, условно говоря, это все описано, рассказано кучу раз, и алгоритмов таких мега-сверхъестественных тоже нету. Вот. И как, почему я хип там уменьшал, там, на хипе это все описал, скинул. Вот. Теперь, я думаю, что мы можем попробовать потрэблшутить. Где у нас подопытный инстанс? Андрей. Тут. Расширь, пожалуйста, экран. Пока рассказываю, какая у тебя ситуация жизненная, боль. Сейчас пока не видно? Пока нет. Пока я расскажу ситуацию несколько дней назад, или там один день, или вчера. Всем здравствуйте, коллеги. Извините. Здравствуйте. ситуация какая, что Андрей там сказал, что у них что-то инстанс иногда тормозит, он фризится прямо. Ну, как будто garbage коллектор отрабатывает. Вот. Он сейчас, он из компании Talon хочет показать, что у них есть проблема. Давай ради интереса переведем на агрегат. Тогда что, завтра апдейт востока? Какой апдейт? Не 12 версии. 7 12 7 не помню. Да, ну, чтобы было всем понятно и легко гуглиться, английский язык всегда в допе. Ну, по крайней мере, я так использую. Какого-то есть возражения, буду рад послушать. Вот. Теперь пойди, пожалуйста, в систем. Начнем с самого простого, с исследования системы. Вот. Как я вижу, у тебя установлен Jira и Jira Service Desk. Jira Software и Jira Service Desk. Правильно я понял? Да. Ага. На одном инстанции, если это критично. Да, это не важно. Просто мнение. Вот начнем с самого сверху, с простого. Иди, пожалуйста, в DataBase манипаринг. В Ашане начали продавать. Уже в Ашан приходится, там стоит корзинка стоимостью 3400 рублей. Это у кого говорит? Это у меня сотрудник. Итак, манипаринг. Окей. Теперь вот давай чуть-чуть пролесни. Вот смотри, у тебя есть ThreadPool чуть-чуть выше, чтобы было два экрана видно. Что мы видим? Какую ситуацию? На самом деле у тебя в принципе и записи есть чуть-чуть. То есть в принципе базу нужно тюнить. и смотри, у тебя показывается, что в среднем в течение одной полсекунды запись идет и 10 секунд среднее это чтение. Очень много чтения проходит и у тебя база не тенегована. Ты согласен с этим? Утверждение. Вот. То есть по сути твоя база должна отдавать как можно быстро. Это мое сразу то, что я вижу и сразу мое предположение. Просто я вижу, что база не быстро отдает, значит либо два варианта и много накодил так, что как я полосочками или же у тебя что-то очень медленно. Так как у тебя график не сильно одинаковый, всплеска в принципе их хорошо не видно, то можно вот такую гипотезу сделать. Это гипотеза пока. Если не секрет, что за база данных используется на instance? Теперь мы идем и узнаем, что за база данных. Отлично. MS SQL. Для MS SQL нужно как бы тестирование сделать. Ты согласен? Пожалуйста, что-то меня приводит. Сейчас, Толь, просто отдыхаю и не потому, алло, прием. Еще раз там пропал Александр, где-то может быть. Да-да, можно же замониторить транзакции через Whoisactive посмотреть текущие транзакции. Отлично. Можно вытащить кусок кода, который непосредственно глючный. То бишь по сессии можно дернуть прям запрос и глянуть, что топит базу. Как-то так. В принципе, хорошая идея, но это уже сразу прям идешь к тому, что какие-то определенные запросы. Ну, для того, чтобы вот это сделать, давай ради интереса идешь в Logging and Profiling. Logging and Profiling это третья там видишь SQL Logging и Profiling включи и enable Profiling теперь давай подождем где-то минутку и потом задизеблю. Пользусь ли даже не поймут, что происходит. Ну, нагрузка есть немножко. Все, стопай. Это enable. Ага. И стоп Profiling. Теперь идем в консоль. Все просто. И показывай нам логи. Там можешь, в принципе, большой экранчик сделать. Да, жестко, конечно. Вот. Но тут, на самом деле, закрывай вот это. Закрывай. Ну, просто Midnight Connector, Connector, Commander хорошо. Имеется ввиду закрой Midnight Commander. Ага. F10 Close. Ну, давай начнем с самого простого. топ. Топ. И что у нас происходит? Low Average вообще практически нету. Дофига всего. А теперь Java процесс. 8 гигабайт ресурсов есть. Виртуально 18 гигабайт. Хорошо. Q. Вот. Htop. Htop. у тебя есть такая команда? Uname минус минус Uname пробел минус A. Посмотрим что за персон у тебя. Ага. Cut пробел etc lsb releases slash etc lsb releases etc e etc 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 tab tab lsb releases ls пробел tab нажимай tab ls нету да? Ну ладно. тогда смотрим RedHat releases видимо судя потом я вижу RedHat 713.1.6 хорошо все отлично ум install htop можно у вас устанавливать htop маленькую утилитку ум через y не так y m install htop h h enter у вас свой репозиторий ну ладно давай тогда less less пробел atlasin atlasin tap tap привычку tap sql tap нажимай tap тап 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 интересно почему он не прописал логи мне кажется это не те логи ты показываешь нам какие ну там у тебя должно быть SQL queries ls-ltr так сейчас ls или ls ls-ltr отправил чатики гонщика запись будет запись есть но после обработки окей ладно все я тогда убегаю навстречу вот хорошо спасибо коллеги пока пока гонщик можно в чатик телеги скинуть я что-то безумие не могу найти я свернулся от телеги хорошо на самом деле я вот в принципе вижу что уже тебе нужно базу улучшать и на этом я бы уже сказал бы что тут проблема в базе у тебя улучшай базу интеграцию в базе и все понял все так не так лс пробел минус лс ой ла лс лист это специфично не там видишь все старые данные пишешь ps пробел минус аукс отправим ребята у кого какие идеи еще кроме как база я сразу вижу что это база дело возражение алло прием лунька а какие какие вообще мероприятия по тюнингу базы какие мероприятия по тюнингу базы по мс сиклу у меня как бы мероприятие я вам не могу подсказать я могу написать что нужно делать сейчас могу подготовиться и можем как раз озадачиваться тем что что нужно сделать для того чтобы улучшить мс сиклу я могу свои 5 копеек немножко ребят ставить давай если есть тенсовый инстанс сбоя под нагрузкой то в принципе можно попробовать подключить query store это анализатор ну и история запроса проще говоря собрать пол этих запросов ну и немножко их попарсить посмотреть где нагрузка там на что CPU memory что выжирает какой запрос какой кусок кода ну и там собственно оптимизировать скрипты работу с базой данных ну так на скипе понятно ну я на самом деле по своему опыту скажу в большинстве случаев 90% людей которые приходят с перформанса у них по дефолту настроены с убд и говоришь ну шареный буфер улучшается увеличивайте память на MS SQL на MySQL допустим это и на DB буфер полусайз буфера увеличивайте и все будет хорошо или для для Postgres это shared буфер ну вот ну с орокловыми ребятами как бы бесполезно то что это это что-то такое как-то так вот уже ребята уже начали уходить тем временем я расшарю прям публичным прямо сейчас сделаю код слушай а сколько у него вообще то есть человек сколько у него там это то же самое сипе уголов активных пользователей 200 наверное если не считать портального доступа какой какой на аппликейшн сервер какие ресурсы выделены на аппликейшн сервер выделено 16 гигов и 14 выделено на джиру подожди у вас 16 гигабайтов памяти вы дали 14 джири или 10 14 по-моему 14 гигабайтов вы дали хипу они 11 гигабайт дали хипу подожди подожди у вас всего на сервере 16 гигабайтов и вы 14 дали хипу да это мне кажется очень круто потому что помимо хипа GVM использует еще кучу разных памяти то есть нельзя отдавать всю память хипу да стэк сайз увеличивать ну ой блин стэк сайз у вас есть еще код кэш есть еще знаешь есть такое правило хорошо давай правило есть правило что если ну грубо это оно такое абстракт то есть если ты даешь хипу значит половина еще сожрет сам GVM потому что только хип это где-то только грубо говоря 10-20% от того что вообще GVM использует хорошо а исходя из общего количества выделенного 200 человек ты сказал сколько у вас CPU Core Core 100 подожди не ну что-то это много нет ну сколько процессоров виртуальных а подожди 4 процессора ну окей много но не критично то есть ну подожди если у тебя 16 гигабайтов всего на сервере поставь 6 гигов хип так и все ну максимум окей до 200 юзеров конечно 6 хватит ну это это очень много 14 это круто то есть давать 14 гигабайтов это очень много и знаешь какая проблема что ты дал 14 гигабайтов хипсайз у тебя начинается скажем джава ну грубо говоря заполняет 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 вдруг какой-то момент и надо очистить что она делает она останавливает и начинает 14 гигабайтов искать что можно освободить и все это время висит в принципе как раз это и есть но тут же надо учесть что в принципе тут такой момент что так он может жить исключая того что все равно база не так быстро отвечает давай так уменьшай хип а потом еще базу улучшать тебе надо везде улучшать во все и в базах и кэшах то есть она глобальность получается профайдить да но тут как бы на будущее в принципе такая штука запущенный инстанс добро пожаловать в реальный мир вот а тем временем блин а вы видите мою ссылочку у меня есть такая штука Atlantian Support Bench Park я когда-то писал форкался и делал он виден вам или нет нет я вижу только консоль я в чат скинул ссылочку окей да есть так видно понятно тогда давайте я тогда этот опубликую понял увидел опубликую и отправлю в этот community Atlantian или там скину вам этот на гитхаб переведу этот Atlantian Support Benchmark хорошо вы можете собрать либо можем завтра как раз продолжить на собрать и протестировать коннекшн между MS SQL и типа на базу Jira как вы относитесь к этому нажмите плюсики кто остался отлично один есть значит давайте завтра продолжим как раз тем временем ты уменьшишь хип за ночь и потом дальше посмотрим как можно тестировать и улучшать штуку а я так как раз как бы свяжусь с тобой MS SQL как раз я соберу instance и гитхабе расшарю этот код хорошо хорошо все спасибо всем спасибо всем